ТЕСТУР Здравствуйте! Это итоги недели на Микс ТВ. Сегодня их подведу я, Марина Шкода. Где лучше встречать Новый год? В Латвии или в Австралии? По следам скандальной командировки министра культуры. Что думают рижане? Надо ли политиков отправлять так далеко? Как снег на голову Ригу накрыла трехдневная метель, но успевали и чистить. В этом убедились участники рубрики «Мобильный репортер». Опасные товары, как их распознать и с ними бороться? В каком возрасте у латвийцев наступает старость? Гость радио «Балкон» – писатель и публицист Отто Озус, предприниматель Вестерс Кодиус и артист Геннадий Хазанов. Еженедельный комментарий Михаила Губина. Не все встречали Новый год в Латвии. Некоторые предпочли экзотику. Так, министр культуры Жанна Теянзе Мегренда отправилась в длительную командировку в Австралию. Там, как выяснилось, возник острый дефицит в информации о празднике песни и латышскости в целом. По возвращении госпожи министра в зимнюю Латвию стали всплывать пикантные подробности поездки. Якобы муж госпожи министра, который сопровождал ее в поездке, поселился с ней в оплаченном государственном номере. И вообще многим непонятно, для чего нужны такие длительные командировки в такие экзотические страны. В воздухе запахло уголовным делом. Мы все поняли, что ответственности реальной за это никакой нет. Народные слуга по отделению хочет ехать и будет ехать. И с этим ничего не поделаешь. Он может придать этому процессу больше или менее какое-то приличие или видимость приличия. Но, по сути, ничего не меняется. Он написал заявление государственной полиции, чтобы провелась проверка, сколько же билетов было куплено на государственные деньги. Если окажется, что как-то тихоря реально были оформлены два билета, это уже серьезно. Госконтролер Ингуна Судроба тоже с долей скепсиса отнеслась к необходимости такого вояжа. Трудно понять, на самом ли деле так необходимо было ехать в эту командировку, когда весь мир празднует Новый год и Рождество. И насколько она была продуктивна. Сама Яунзамы Гренда буквально возмущена реакцией общественности на ее поездку. Сначала она наотрез отказывалась комментировать за гранд-турне, но затем под нажимом общественности СМИ была вынуждена дать подробный отчет о поездке и программу мероприятий. Однако она по-прежнему настроена воинственно. Поездка в Австралию, по мнению Яунзамы Гренда, тяжелый труд. Жить 10 дней в городе, где стоит 40-градусная жара, очень тяжело. Это не отдых. К тому же те средства, что наша семья потратила на поездку, можно было бы вложить разумнее. Например, отдохнуть две недели и отметить праздники где-нибудь в Латвии. К сожалению, как отмечали практически все эксперты, такие за гранкомандировки – дело совести каждого политика или чиновника. И при отсутствии совести всегда найдется приличный повод, чтобы куда-то съездить. А что думают рижане, стоит ли позволять нашим высокопоставленным должностным лицам ездить в экзотические страны? Это мы выясняли в опросе Микс ТВ. Я думаю, нет. Ну, это как бы для нас слишком дорого. Нет, то есть 100% нет. А почему? А что им там делать? Пусть тут теперь он наделает порядок. В таком большом количестве, я думаю, что не нужны. Ну, можно, у нас существуют другие средства информации, как говорится, возможности, что можно их налаживать, даже не затрачивая громадных денег. Опыт уже в Европе, все отработано, далеко ехать не надо. Вот Германия есть, есть Франция, есть Голландия. Ну, тут можно прямо учиться и работать. Почему нет? Зачем им туда ехать? Ну, набираться опыта. У нас нету экзотики. Смотри, снега, какая погода. Нет, ну, опыта набраться у других. Для что? Как жить в семье этой звездочной гостинице? Опыт нужен. Скажите, я вам скажу, как это есть. И все дела. Одна поездка не может быть сравнена с другой, потому что если экзотическая страна, это не значит, что это отдых министра. Это может быть деловая поездка. Отдых может быть даже здесь в Швецию или в Норвегию поехать и на фьордах отдохнуть. Это не экзотическая страна. Здесь вопрос телесообразности. Но общественность должна знать, что министр делает, в какой стране и какие результаты поездки. Отравленные куклы, шлемы убийцы и опасные отражатели звучит, как будто в фильме ужасов, но нет. Это реальная угроза нашей повседневности. Ежегодно в продаже просачиваются товары, которые не соответствуют стандартам безопасности и угрожают здоровью. А иногда даже жизни людей. О том, какие это товары и можно ли себя обезопасить, в сюжете Элины Бикульчи. Покупая продукты питания, мы можем определить их качество по запаху, внешнему виду и сроку годности. Однако есть большое количество товаров, глядя на которые, никогда не скажешь, что они представляют опасность. Несмотря на определенные требования к безопасности товаров, некоторые из них все равно просачиваются на рынок и какое-то время доступны в свободной продаже. Мониторингом и информированием общества на эту тему занимается Центр по защите прав потребителей. Там нам и рассказали, что спектр этих товаров весьма широк. Это были игрушки, это были и шлемы, это были электротовары. И после того, как мы получаем или находим этот товар, соответственно, мы уже в рамках своей компетенции производим некоторые действия. Мы останавливаем реализацию, уточняем, откуда товар пришел, кто был поставщик. То есть всю эту цепочку проходим. И потом в дальнейшем мы принимаем решения. Это может быть административное нарушение. В Латвийском центре по защите прав потребителей есть целый музей таких опасных товаров. Глядя на некоторые предметы, ни за что не поверишь, что они могут нанести какой-либо вред. Например, мягкие игрушки. Оказывается, что составные части игрушки, например, ее глаза или шерсть, могут представлять реальную угрозу для жизни ребенка. В некоторых игрушках глаза легко можно оторвать, ребенок может взять в рот пластмассовый предмет и подавиться. Или же у пушистой игрушки слишком длинная шерсть, которая легко отходит, и ее опять-таки можно съесть. Согласно европейским стандартам, производители игрушек должны учитывать размеры мелких деталей и физических показателей ребенка. Однако, как мы видим, далеко не все с этим считаются. Еще одна проблема – это опасные химические вещества, которые содержатся в товарах. Это плавательные круги, к примеру, запрещены в талаты, в определенной концентрации. Эта концентрация может быть превышена. Могут быть другие химические вещества, которые вообще не разрешены. Они могут находиться, например, в составе данной вот этой пластмассы, резины такой. Это могут быть, если мы говорим о других товарах, это может быть электротовары, нету двойной изоляции, где она должна быть. Если мы говорим о шлемах, они не абсорбируют удар. Кроме потенциально опасных групп товаров, есть еще товары в так называемой группе риска. То есть сам по себе предмет не опасен, но он не выполняет функции, которые должен. Например, некачественный отражатель. С ним могут быть две проблемы – слишком маленькая поверхность, которой недостаточно, чтобы он был хорошо заметен, или вообще плохое качество отражения. Кстати говоря, в Латвии совсем недавно был случай, когда из-за неисправности товара серьезно пострадал ребенок. Один из случаев случился в Сигулде в прошлом году, в 2012 году, когда ребенок, катаясь на лыжах, поднимаясь конкретно на подъемнике на вершину горы, зацепился, не было технически обеспечено достаточно мгновенное отключение в таких случаях подъемника. И ребенка потянуло, и потом в случае с высокой горы он упал и получил травмы. Здесь же стоит отметить, что в этой сфере есть и положительный пример – это автомобильные компании. Они особенно заботятся о безопасности своей продукции и довольно часто отзывают автомобили, выплачивая компенсации покупателям еще до того, как успеет произойти несчастный случай из-за неисправности. Как же обезопасить себя от рисков? Во-первых, использовать приобретенные вещи по назначению. Если вы купили любую вещь, вы должны ее использовать по ее назначению, и соблюдая правила, которые установлены для каждого товара. Конкретно для электрики, наверное, свои требования будут, для каких-то других товаров, например, пиротехника, там, где есть возможность огонь какой-то развести, или те же самые зажигательные смеси. Значит, там написано, что их надо использовать, например, зажигая гриль, а там не закрытую какую-то отопительную систему и так далее, и так далее. Тут, наверное, надо соблюдать просто условия эксплуатации. А во-вторых, кто предупрежден, тот вооружен. В Европе существует система быстрого обмена информацией об опасных товарах – РАПЕКС. На ее официальном сайте можно найти целый список товаров, которые являются опасными. Также на домашней странице Центра по защите прав потребителей можно найти список подобных товаров, которые встречались в Латвии. Для этого нужно зайти по адресу ptac.gov.lv. Ну а также работники Центра призывают людей сообщать о любых возможных нарушениях и опасностях самостоятельно. У нас есть на нашей домашней странице отдел информирования о небезопасных товарах, куда можно зайти, информацию ввести и отправить нам. Мы после того, как получим, оценим и в рамках возможности, конечно, предпринимем какие-то действия, чтобы проверить, действительно ли товар не соответствует. Елена Бикульча, Андрей Елисеев. Специально для Микс ТВ. На этой неделе, начиная со среды, в Латвии идет снег. Мелкий-мелкий он постепенно укрыл землю, тротуары и проезжие части многосантиметровым покрывалом. Аварии и пробки не заставили себя ждать. Однако в Риге ухитрялись снег чистить. В этом убедился наш участник в рубрике «Репортер», который не поленился проехать по заснеженным улицам столицы. Продолжение следует... Кстати, стать мобильным репортером очень просто. Надо зайти на портал Микс Ньюс ЛВ и зарегистрироваться в рубрике «Репортер» и присылать нам свои видео и фото шедевры. А мы продолжаем. Гости радио «Болтком» на этой неделе, как всегда, разные и интересные. Писатель и публицист ОТО Озвал заявил в прямом эфире, что слово «оккупант» нужно объявить неполиткорректным и запретить в повседневном использовании. Предприниматель Вестур Скозилос рассказал, почему рискованно спешить с присоединением к еврозоне. А известный артист Геннадий Хазанов сообщил, что слегка разочарован поведением латышей в независимой Латвии. Я живу в другом государстве, не хочу давать никаких оценок. Я просто хочу пожелать всем воспитывать в себе терпимость, взаимотерпимость. Это единственный путь к развитию независимой Латвии. Для русских людей слово «оккупант» – это ругательство. Если мы смотрим на американцев в Ираке или Афганистане, это как будто юридический военный термин, который не несет за собой, скажем так, тяжелое такое… Отрицательный смысл. Да. А для русских оккупант – это фашистский оккупант, который выжиг его землю, перестрелял всех родственников во время Второй мировой… Это очень тяжелое слово. А что будет, если мы вступим в еврозону, и через 3-4 года эта еврозон не будет больше? Это номер один. Номер два. Я бы хотел как-то узнать, почему Швеция, Дания, Великобритания не вступают? Почему Норвегия не вступила? Два референдума было не только в еврозону, не вступают даже в Европейский Союз. Почему? Что она глупые политики, глупая экономика, что там что-то непорядке? Почему? То есть есть другие варианты решения, наверное, тоже. И мне очень не нравится, очень не нравится то, как быстро это мы делаем. Британские ученые установили, когда именно заканчивается молодость и начинается старость. Оказалось, что с молодостью человек расстается вскоре после 40 лет, а старость начинается в 59. Так считают более 2000 опрошенных британцами человек. Специалисты, несмотря на эти данные, подчеркивают, что в целом восприятие процесса старения у разных людей отличается. Зависит это от возраста человека, его успешности и даже пола. А что же жители Латвии, как они провожают молодость и когда? В этом пытался разобраться Денис Денисов. Когда, на ваш взгляд, у человека наступает старость? Старость? Ну, не знаю. Я уже старый, уже в 68 почти. А почему вы так считаете? По возрасту, по цифрам? Ну, так. По 7 лет, 70 лет уже старый. Это от внутреннего состояния зависит. У всех по-разному. Я хоть и пенсионерка, но старый себя не ощущаю. Езжу по Европе, путешествую, читаю, концерты хожу. Что нужно, чтобы не ощущать эту старость? Ну, какой-то интерес в жизни, наверное, иметь, конечно. Не сидеть дома. Ну, я думаю, что душа молодая, и она такой остается всегда. Поэтому старость только внешне. Конечно, эмоциональное состояние – это очень важно. Но комфортная современная жизнь приводит к тому, что все больше молодых людей страдает возрастными заболеваниями. Эти хвори теперь называют красиво – болезни цивилизации. Повышенное давление, атеросклероз, инфаркт, инсульт, диабет второго типа, проблемы с суставами. Если раньше, когда студентом я был, это лет 30 тому назад, когда в практике в отделении кардиологического плана, там больные, ну, возраст 50 плюс, да, 60, ну, инфаркт, ну, ладно, мне повезло в жизни, да. Когда я работал участковым терапевтом, это стало уже моложе, да, 45, там. Теперь после 30 бывает, да, и бывает такой инфаркт 35 лет что. Спастись от старости поможет правильное питание и активный образ жизни. В России не стесняются лишний раз об этом напомнить. Ведь раньше людям приходилось пищу добывать физическими усилиями, на охоте и в поле, а теперь достаточно набрать номер доставки пиццы. Начинать охотиться с луком не обязательно, есть решение проще. Ну, конечно, очень хорошо и приятно, что нам не надо делать те дела, которые нам не нравятся, да. Но вместо этого надо сопоставлять или там танцы, или мяч играть, или в бассейн идти, или просто прогулки ежедневные и так далее, этот фактор, да. И второй фактор, конечно, это ваше меню, да. То, что на праздник мы там устроили обжорство, это другой вопрос. Но что творится в ежедневной жизни? Конечно, человек стар настолько, насколько он себя ощущает эмоционально и насколько ему нравится собственное отражение. Бывает, что и молодые люди стремятся к радикальному омоложению. Это очень индивидуально, если идет речь о подтяжке лица. Самая молодая пациентка, которая делала подтяжку лица, ей было всего лишь 26 лет. Но у нее были все эти симптомы. И у меня была пациентка, которая делала омолаживание лица, которая исполнилась 86. Внешние признаки все же однажды берут верх. И специалисты согласны. 40 лет – то время, когда можно всерьез задуматься о сохранении молодости. И номер один, что меняется, на нашем теле кожи становится избыточной. И то есть появляются такие признаки на веки, начинают висать мешки под глазами. И если мы смотрим картины молодости, то лицо у молодых всегда овальное. А если щеки оседают вниз, даже с большого расстояния, если смотреть на человека, лицо становится как будто квадратным. С мнением хирурга согласны и косметологи. Но они призывают уже в 20 или 30 лет начинать бороться с первыми морщинами. Тем более, если образ жизни не тот или генетика не лучше. Порой случается парадокс. Люди в погоне за красотой догоняют старость. Во-первых, женщина часто губит себя злоупотреблением солярия. То есть ультрафиолет – это страшный враг красоте и молодости. Второй фактор у женщины, к сожалению, это резкая смена веса. То есть женщине все-таки желательно поддерживать стабильный вес. Резкие скачки в ту-другую сторону постоянно очень сказываются на коже лица, груди. Ну а потом и, в принципе, на коже всего тела. Косметология, конечно, не спасение. Но поход к пластическому хирургу можно отложить на долгий срок благодаря хорошей косметике и помощи профессионалов. Нужно напомнить, что косметикой дома пользоваться тоже нужно умеючи. И стоит выделить на банальное намазывание кремом некоторое время. От центра к периферии, да, линии наименьшего растяжения кожи. Нанесли очищающее средство, немножко помассировали. После очищения кожи наносим тоник, лосьон для восстановления PH кожи. Дальше по необходимости, если есть необходимость, наносим сыворотку. В зависимости от того, нужно увлажнение, питание или тонизация кожи. И потом наносим крем. А вокруг глаз? А вокруг глаз? Мы наносим вот такими движениями. Креп для лица наносим такими же движениями. Не растягивая кожу, очень легкими движениями. Многие косметические компании рекомендуют не втирать крем в кожу, а вот такими прижимающими движениями. Эмоциональной молодости, по мнению большинства опрошенных нами специалистов, поможет любовь. Когда человек влюблен, его глаза горят, и старость сама отступает. А если это любовь еще и с продолжением, то молодость на долгие годы вам обеспечена, особенно для мужчин. Вот мужчины, которые состоят в браке, в возрастной группе от 30 до 64 года. Значит, мы берем эту возрастную группу, и они показывают, что вот в этой группе мужчины, которые не замужем, у них три раза выше смертность, чем в такой же самой группе мужчин, которые, значит, не состоят в браке. На женщинах брак сказывается немного хуже. В отличие от мужчин, у замужних женщин показатель смертности только в два раза ниже, чем у незамужних. Но все равно ячейка общества – гарант молодости. У женщин очень хорошие показатели, которые удлиняют жизнь женщины – это дети, которых она родила. Значит, все, что касается хорошей семейной жизни, она хорошо и действует на пару, на ее здоровье, эмоции, физические данные. Меньше там алкоголя, меньше подавленности, ну, даже меньше разных социальных проблем. Подведем итог. Хотите сохранить молодость – для начала влюбитесь. Это многое решает. Не обязательно внезнакомца. Можно заново влюбиться в своего супруга или супругу. Если это не помогает, можно прибегнуть к помощи пластического хирурга, что обойдется в стоимость поддержанного автомобиля – 3000 латов с гарантированным эффектом на 10 лет. Чтобы не лезть под нож, можно воспользоваться услугами косметолога. Около 500 латов за первоначальный курс от 4 до 10 процедур с гарантией на 2 года, но с условием, что затем каждый месяц вы будете проходить профилактику. А тем, кто еще не слышит шагов приближающейся старости, стоит своевременно пересмотреть образ жизни и меню, а заодно записаться на танцы. Там, кстати, можно еще и влюбиться. Денис Денисов, Влад Васильев, Андрей Елисеев, Микс ТВ. 5 января в Риге уже во второй раз прошел новый городской праздник – день рождения Шерлока Холмса. Корреспонденты Микс ТВ пообщались с участниками костюмированного шествия, отведали овсянки от Берримора и познакомились с рижскими собаками Баскервилей. Десятки Шерлоков, Холмсов, миссис Хатсона и миссис Мортон, доктора Ватсона, неугомонный инспектор Лестрид и миссис Тепплтон собрались в Академию художеств, чтобы торжественным шествием до Домской площади отметить день рождения великого сыщика. В этом году в героев произведения Артура Конандуйла перевоплощались не только рижане, но и многочисленные гости города. Мы из Москвы, они из Риги. И вы сегодня в образе кого? Я думаю, доктора Ватсона. А вы? Я просто горожанка мимо проходила. Вот сидела в парке, мерзла, читала книжку, а тут прошел доктор Ватсон, но, естественно, завязалась беседа. Я в двух образах. Был в образе Маркера Прайса, посмотрел через газетку, всех так зло. А сегодня в образе Берримора. Овсянка. А где же ваша овсянка? Овсянка будет чуть позже. Подходите, не ошибетесь. На Домской площади гостей праздника поприветствовал детский коллектив с песней Шерлок Холмс из репертуара Лаймы Вайкуле и певица Диана Пирекс. Компетентное жюри наградило лучших Холмсов в костюмах, а также отметила старания рижанок, наряды которых выглядели, но очень элегантно. Вы прекрасны. Лана Курленд, ведущая различных мероприятий, но сегодня Шерли Холмс. Скажите, пожалуйста, почему именно этот образ вас привлек? Ну, потому что нашим девизом перед подготовкой к этому мероприятию была фраза, которая сказала именно Шерли Холмс. Если какой-нибудь мужчина в этом мире и интересует меня, то это только Шерли Холмс. Только Шерли Холмс. Только он. Не все пришли на праздник в костюмах, но многие с удовольствием поддержали атмосферу традиционными британскими аксессуарами. У меня собирательный образ. У меня от всех героев Канандоля понемножку. Немножко от Шерли Холмса, немножко от Ватсона, немножко от представителя Скотланд-Ярда. В этом году мы одни из организаторов этого мероприятия. И мне кажется, это очень хорошо, что проходит именно в начале января, когда в Риге очень много туристов, особенно из России. Это туристы, которым очень дорог фильм, который снимали в нашем городе. Гости праздника также с удовольствием прогулялись по знаковым рижским местам, где снимались эпизоды фильмов режиссера Игоря Масленникова из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В первую очередь, конечно, по Яуньела, сыгравшей роль знаменитый Бейкер-стрит. Также многие посетили ретро-фотосалон, чтобы сделать на память снимок у того самого камина, где сиживал знаменитый сыщик. Ну а наибольший восторг публики вызвал парад собак британских пород – биглей, кокер-спинелей, грейн-хаундов, английских бульдогов, ну и, конечно же, наводящих ужас собак баскервилей. Я так понимаю, вы привели на парад собаку баскервилей? Ну, вроде да. Может быть, мы и станем собакой баскервилей. Что же это за порода такая? Это порода испанский мастив. Рост где-то порядка 85, и он 7-летний. Ну, может весить где-то 100 килограммов, грубо говоря. И сколько же в день съедает такое замечательное животное? Ну, он съедает утром одну мисточку и вечером одну мисточку. Ну, нет, нет. Гораздо меньше, гораздо меньше мисточка, которую он съедает. Организаторы праздника остались довольны мероприятием и уже строят планы на следующий год. Зарегистрированных участников, которые пришли и продумали костюм, было около 70 человек, по-моему, 67-68. И все, кто нас поддерживал в шествии, потом на Домской площади, это около 1000 человек. На следующий год мы хотим расширить культурную программу. Мы хотим очень серьезно заняться кинопоказами, потому что более чем 200 экранизаций есть, снято в мире, где главный герой Шерлок Холмс. На данный момент Рига – единственный город в мире, отмечающий день рождения знаменитого сыщика. И это еще один повод гордиться нашей замечательной столицей. Юлия Михайловская, Андрей Елисеев, Карина Эванс. Специально для Микс ТВ. На сегодня это все. Итоги недели подводила Марина Шкода. Поздравляю всех с наступающим Старым Новым Годом. И встречайте Михаила Губина с традиционным еженедельным комментарием. Здравствуйте, это Михаил Губин. Первая декада Нового Года была отмечена поистине беспрецедентным событием. Из трех главных новостей, усиленно раскручиваемых в российском информационном пространстве, целых две касались Латвии и проникли в это самое пространство с помощью моих непосредственных коллег, замечательных латвийских журналистов, чем я искренне горжусь. Особая прелесть ситуации состояла в том, что новости-то были не вполне себе новости, а закономерное продолжение уже известных историй со своим, как сейчас говорят, бэкграундом. Вот взять ту же многострадальную иронию судьбы. О вреде этого телефильма было известно давно. Еще в 1979 году заслуженный советский генерал армии Лященко писал и министр культуры СССР, и в секретариации ККПСС. В названном фильме «Водка, которую хлебает из пивных кружек образованные люди, наша интеллигенция, помогает пробудиться в настоящей в кавычках любви и найти истинное счастье. Вместо невесты, готовящей вместе с матерью жениха новогодний праздничный стол, появляется истинная в кавычках невеста, порожденная пьяным угаром. Над чем здесь смеяться? Где же мораль? Задумался ли сочинитель всей комедии? Какой вред он наносит молодежи? Удивляет, как вообще разрешили выпустить такой фильм на экран? И так далее. Конец цитаты. В похожих выражениях об этом фильме спорят до сих пор, но уже в интернете неудивительно, что и латышские официальные лица, пусть даже бывшие, почувствовали угрозу и, соответственно, высказались. Вот так и возник информационный повод, который, постепенно обрастая комментариями латвийских политиков, докатился до самого Рязанова. Блестящая работа. Или взять историю с Раймондом Павловсом. Все знают, что Раймонд Павлович порывается покинуть новую волну с 2005 года, о чем каждый год и сообщал, правда, всегда летом. В этом году он начал уже в январе, перед своим днем рождения, очевидно, чтобы дать крутому больше времени на подготовку к уговорам. Но россияне-то этого не помнят. И эта новость мгновенно стала сенсацией на всем подсоветском пространстве. Хотя я надеюсь, что новая волна в Юрмале все же состоится, и самая влиятельная женщина России теперь приедет. А вот с третьей главной новостью мы дали маху. А ведь бывший министр экономики Артис Камперс, он же генесек партии Венатима, прямо предупреждал в эфире радио «Балком». Было бы весьма выгодно, чтобы Депардье приехал к нам и остался здесь жить. Да вот хотя бы в Тукумсе, где сам Камперс и живет. Однако не услышали, не досмотрели, упустили. Да и Депардье всех обманул. Он ведь сначала собирался переехать в Бельгию. А Бельгия-то Брюссель, столица Евросоюза, значит, тоже наша. Мы и успокоились. А надо было насторожиться, когда Путин на пресс-конференции заговорил про своего друга Жерара. И тут же развернуть перед господином Депардье восхитительную перспективу проживания в Латвийской республике. У нас и по-русски кругом говорят, и налога на роскошь нет. И вместе с тем Евросоюз подарили бы Жерару нижний видземский народный костюм. Глядишь, и Бережит Бордо бы к нам запросилась. Но, увы. Однако, какие же выводы можно сделать из событий начала 2013 года? Весьма определенные. Вот тут некоторые говорят, что россиян Латвия совершенно не интересует. И вспоминают они о нас лишь 16 марта или вот накануне обширных новогодних каникул. Но, оказывается, все в наших руках. Нужно только выбрать правильное время и брать российское информационное пространство еще тепленьким, расслабленным от празднования, во время которого в самой России обычно мало что происходит. Да и лень что-то писать, напрягаться. Вот тогда-то надо и забрасывать их латвийскими новостями, чтобы по всем каналам, по всем порталам, естественно, в нужной нам трактовке. Как оказалось, в этом нет ничего сложного. В этот раз, правда, пока еще не все было продумано как надо. С тем же Депардье прокол вышел. Но, думаю, кому надо, это уже учли. И в следующий раз сработают еще лучше. Я верю в своих коллег. Держись, Россия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин